На высоких холмах близ Киева раскинулся знаменитый монастырь, ставший колыбелью русского православия. Отсюда из Кива Печерской лавры оно распространилось по Руси. Слово «печерское» происходит от старославянского слова «печера», что означает «пещера» и отражает историю монастыря. В далеком XI веке преподобный Антоний, тогда еще не принявший монашество, вернулся из паломничества на гору Афон и поселился в пещере возле местечка Берестова. Очень быстро слава о многомудром старце разнеслась окрест, и к его пещере стали приходить люди за советом или благословением, а потом и просто желавшие принять монашество и жить рядом со святым человеком. Постепенно пещеры настолько переполнились, что преподобный Антоний, искавший уединение, решил перебраться на соседний холм. Там он выкопал себе келью, положив начало ближним пещерам, а первоначальные пещеры стали называться дальними. Постепенно число иноков росло, и они построили наземный монастырь сначала в нижней, где находятся ближние и дальние пещеры, а затем и в верхней части. Нашествие Батыя не оставило от монастыря камня на камне, и монахам опять пришлось уйти в пещеры. До середины XVII века монастырь перенес немало испытаний, но каждый раз находил в себе силы, чтобы выжить. Следующие века стали для Лавры эпохой расцвета, конец которой наступил при советской власти, когда в 1926 году она была преобразована в историко-культурный заповедник. С началом немецкой оккупации Киева во время Второй мировой войны совпадает одна из самых тяжелых трагедий в истории Киева-Печерской Лавры. 3 ноября 1941 года был взорван главный храм монастыря Успенский собор. До сих пор остаются загадкой обстоятельства гибели этого шедевра древнерусской архитектуры, хотя сейчас собор полностью восстановлен. Сейчас территория Лавры разделена на две части. Нижняя часть с ближними и дальними пещерами передана Украинской Православной Церкви, а верхняя часть представляет собой Государственный музей. Именно там находятся такие замечательные памятники, как Троицкая Церковь, возведенная еще в XII веке, церковь преподобных Антония и Феодосия Печерских, построенная в конце XIX века и расписанная знаменитыми русскими художниками, и Большая Лаврская колокольня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова